Российская публика, отважно называющая себя экспертами, давно и уверенно разбилась на два лагеря. Пока это разделение виртуальное и не формализовано, скажем, лагерь 1 и лагерь 2. Тем не менее, у них имеются разные взгляды на то, что нужно сделать с РФ, пока не поздно. Первые говорят о том, что необходимы реформы, а вторые, что нужно пристрелить ее, чтобы не мучилась. В общем, дискуссия эта подозрительно напоминает спор из фильма про Буратино, о том, что пациент скорее жив, чем мертв, или наоборот. По логике вещей, второй вариант более гуманный, ибо первый предполагает период мучений. Тем не менее, и те, и другие упускают очевидный бесспорный момент. Реформы в РФ уже идут, пусть не так заметно, как некоторым хотелось бы. Переход на продукцию отечественного производства уже заметен невооруженным глазом. Еще многие пользуются автомобилями производства стран НАТО, но это скорее инерция, которая в конце концов будет изжита. Но вот вывески торговых точек и заведений общественного питания радуют исконностью. Сеть харчевин «Катюша» предлагает исконные блюда, например, пельмени. Их даже решили признать через юноцко-историческим наследием. Правда, в Китае не могут понять, какое отношение пельменей имеют к РФ. А еще явно исконные щи, хоть все полощи. Тут уж явно ничего импортного не предвидится. Да и есть эти помои никто не станет, кроме специалистов в области репоедения. И вот еще знаменитый кинорежиссер Никита Михалков развернул оригинальную и, безусловно, инновационную сеть общепита. Как он сам сказал, эта сеть просто-таки выдавит из РФ, Макдональдса и прочие иностранные фастфуды. Изюминка там вот в чем. За совсем небольшие деньги каждый может посетить кафе и посмотреть на красочные плакаты и качественные муляжи любой, подчеркиваю, любой санкционной пищи. Тут и хамо, и трюфеля, и даже рыба в фугу. А уже о помидорах и сырах речи нет. Только пармезанов там можно увидеть несколько десятков сортов. А еще сыры, изготовленные в районы итальянского озера Кома. После просмотра всего этого запрета, посетитель быстро летит домой и там открывает пачку сыра или чего-то еще. На нем мелкими буквами написано. Продукт изготовлен из консерванта и по лицензии Пауороснефть. Кстати, дни Пепси, Фанты и Кока-Колы тоже сочтены. Госдума готовит закон о том, что все газированные напитки теперь будут газироваться исключительно оборудованием и газом Пау-Газпром. Поскольку отечественный газ имеет несравненно более высокое качество, то цена напитков несколько возрастет. Кстати, о санкционном сыре из окрестностей озера Кома. Некто Соловьев, имеющий на своем телешоу множественную публику, решил встать в первые ряды тех, кто основательно толкает реформы. Известно, что на свои сбережения, которые он собирал с детства, экономя на мороженом и семечках, он купил виллу именно в этом месте Италии. Кому-то может показаться, что это не самый патриотический поступок, но это лишь на первый взгляд. Он там экспериментальным путем доказывает вредность импортных сыров, не содержащих ни пальмового масла, ни продуктов нефтеобработки и других ценных компонентов. Рискуя здоровьем, каждые выходные он давится итальянскими сырами, бросаясь на амбразуру за всех россиян. Раз уж речь пошла об амбразурах, то отчаянный и смелый Соловьев уже пошел дальше. На днях он заявил буквально следующее. В штыковую, американцев опрокинем, если надо будет. Многие решили, что это фигура слова, но не тут-то было. Соловьев, Киселев и многие другие действительно готовятся к штыковой атаке и таки пойдут в нее. Тут есть небольшая предыстория. Дело вот в чем. РПЦ ведет беспощадную борьбу с различными вольностями сексуального характера. Они усиленно экспериментируют в этом направлении, каждый раз убеждаясь, что всякие вольности до добра не доводят. Это не теоретические измышления, а именно суровый опыт. В связи с этим стали закрываться всякого рода интим-магазины. А в их помещениях продают иконы, свечи и прочие полезные вещи. Осталось всего несколько магазинов, до которых святые отцы не добрались. Но в их числе имеется магазин для специальных исследователей. Прохожих не смущает ни откровенное название, ни символика магазина, в котором над выходом размещено название «Малая механизация». У дверей стоит бодигард с пружинкой-научником в ухе. Туда допускаются только исследователи из числа священнослужителей и деятелей типа Соловьева. Так вот, после произнесения своей крылатой фразы о штыковой атаке, Соловьев мечтательно и никому не адресуя задал вопрос «Где же взять штык-самотык?» И тут его гримерша тихим низким голосом уточнила. Не знаю, насколько штык, но самотык знаю, где нужно взять. Так Соловьев вместе с Киселевым оказался в магазине «Малая механизация». Говорят, они основательно подготовились к штыковой атаке, ибо в руках у них были увесистые пакеты, а в одном из них даже что-то вибрировало. В общем, реформы идут на самых причудливых направлениях. Желающий видит, всегда заметит их в самых неожиданных местах, у самых разных людей. Продолжение следует...